Марина Анохина народилась в Минске, а для жития брала город на Няве. Девчина является членом Союза Мостоково-Российской Федерации и Российской Ассоциации Мостоков-Маринистов. На выставе проставлены ее картины, праца над якими велася на протягу 10-ти годов. Это первая моя выставка персональной греческой крепости, вторая на территории Республики Беларусь. В прошлом году было такое открытие в Минске, но оно было ко Дню Победы. Выставка посвящена военной теме, и здесь есть варианты, как трудные будни во время войны, как в тылу, так и на фронте. Также есть Дни Победы, и вся тематика охватывает рубеж разных слоев населения и борьбы за победу и чисто небом над головой. А пошни перши снег, а пошни погляд мы спробовали. Прожахи войны кажутся наводназвы картин. Здесь представлена серия «Лики войны», где рассматривается 7 возрастов – детство, отрочство, юность, зрелость, старость, молодость и долгожительство. Про стерни дозорок – это погляд нашего сучастника на подзеи, яке сыходят углыб истории Великой Чинной войны, память про яке устойливо заховывает народ-пераможца. Искренне рада, что в наш город приезжает в рамках нашего тысячелетия очень много прекрасных людей. И сам факт, что художница Марина Анохина приехала в Брест и привезла именно выставку «Лики войны» накануне Дня памяти и скорби, мне кажется, говорит о многом. Мы должны всегда помнить, эта память должна быть жива у нас. Интересное изображение полностью. Видно то, что это дух того советского времени, той трагедии, которая произошла со всем советским народом. Действительно, это стоит помнить, это стоит уважать и сохранять память. Выстава про стерни дозорок будет продолжиться до 4-го липеня. Алиси Семеновская игра на Копян, телерадио-компания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова